Всем привет! Друзья, скажите, слышали ли вы что-нибудь о мировом правительстве и теории заговора? Да? А что если я вам скажу, что все это правда? Что действительно существует организация, которая правит всем миром? Которая проникла во все научные центры, правительственные и финансовые организации? Хотите знать об этом больше? Сегодня вам предоставится шанс стать чуть ближе к истине, и свет нам на это прольет. Настольная игра Тайная власть. Настольная игра Тайная власть создана нашим с вами соотечественником Константином Селезневым и выйдет не только на российский рынок, но и на зарубежный под названием Deep State. Так что игра, которую вы сейчас увидите в обзоре, является прототипом и будет она на английском языке. Так что на качество компонентов особо внимания не обращайте. Итак, Тайная власть предназначена для игры от двух до четырех человек, и сейчас я вам покажу пример расклада и расскажу о правилах на примере игры на троих. Итак, в этой игре мы с вами будем входить в некую организацию под названием Комитет, и целью нашей будет возглавить мировое правительство. Мы будем с вами принимать участие в проектах мирового господства, отправлять наших агентов на захват различных объектов, проводить спецоперации и заключать союзы. Подготовка к игре, как вы видите, здесь достаточно простая. Расположите карты мирового господства сверху игрового поля. Ниже будет располагаться колода с проектами, где вы случайным образом выкладываете 8 карт при игре вдвоем-троем и 9 карт, если собрались играть четвером. Ниже у меня расположены карты проведения операций и дополнительные карты, которые вам помогут в процессе игры, и о них я расскажу чуть позже. Здесь у меня имеются жетончики тайных агентов, карты союзов. Каждый игрок в начале игры получает по 4 карты союзов, которые хранятся у него на руке, естественно в закрытую, а также 10 деревянных миплов соответствующего цвета, и 3 из них он немедленно рекрутирует, то есть это активные агенты, которые мы уже сразу можем бросать в бой. Один из игроков также получает жетоны первого игрока, который выглядит здесь достаточно внушительно. Предположим, зеленый игрок у нас будет ходить первым. В целом, это вся подготовка к игре, и мы можем с вами начать играть. Игра длится несколько раундов, число которых зависит от количества играющих человек, и каждый раунд состоит из трех фаз. Фазы действий, фаза захвата и фаза союза. Начнем с фазы действий. Во время этой фазы, начиная с первого игрока, каждый выполняет по одному действию. Первый игрок перед началом выполнения своих действий рекрутирует двух своих агентов, то есть перемещает двух своих агентов из резерва в активный запас. После этого первый игрок может выполнить одно из двух возможных действий. Это захват объекта, либо проведение операции. После этого все остальные игроки по очереди также совершают одно, но уже из четырех доступных действий. Это рекрутирование агента, захват объекта, проведение операции, либо участие в мировом проекте. Давайте разберемся совсем поподробнее. Что касается рекрутирования агента, здесь достаточно просто. Это действие доступно всем, кроме первого игрока, так как он уже бесплатно двоих рекрутировал. Если другие игроки решают это сделать, они просто берут одного своего агента и помещают из резерва свой активный запас. Второе возможное действие это проведение операции. У нас имеется специальная колода карт. Сверху, в правом верхнем углу показано количество очков влияния, которые мы получим, если захватим эту карту. А снизу показано, какое же количество агентов необходимо отправить для того, чтобы ее провести. Колоду карт перед началом игры, кстати, нужно подготовить особым образом, так чтобы карты здесь располагались в стопке в порядке возрастания и очков влияния и количества агентов, которые необходимы для захвата этой карты. Таким образом, у нас в начале игры доступна самая простая карта, но с минимальным набором очков, а под конец будет какая-то эпическая операция, военное вторжение, но принесет она целых 16 очков влияния в конце игры. Итак, если игрок решил провести спецоперацию, он берет нужное количество агентов и размещает их на этой карте. Третий вариант возможного действия это захват объекта. В начале игры мы с вами выложили достаточно большое количество карт объектов, но для захвата, для внедрения на эти объекты, нам доступно только первые три из них. Если вы обратили внимание, то все эти карты разные и разных цветов, потому что они относятся к разным группам. Карта синей полоской это карты науки, которые принесут вам одно победное очко в конце игры. Также это могут быть карты финансов, либо контроля, также приносящие очки репутации. Карты власти, они будут давать вам по три победных очка за каждый набор из определенных цветов карт. Карты с фиолетовой полоской это карты поддержки. Они не дают очков репутации, но зато содержат эмблемы, необходимые вам для продвижения в проектах мирового господства. Также имеются еще и карты ближнего круга, их всего две в колоде. Их можно сыграть несколькими способами. О том, как это сделать, я расскажу чуть позже. Итак, для того, чтобы захватить какую-либо карту объекта, необходимо отправить туда агентов в количестве не меньше, чем нарисовано в левом нижнем углу. К примеру, чтобы захватить эту карту, нужно отправить минимум одного агента. Почему я говорю минимум? Да потому, что вашу операцию могут перехватить. Если вы, к примеру, отправите всего лишь одного агента, то следующий игрок может отправить туда, например, двух своих агентов, и тогда эта карта достанется именно ему, а агент проигравшего игрока вернется в его же активный запас. Таким образом, одна карта может быть перехвачена игроками несколько раз за один раунд. И четвертое возможное действие – это продвижение в проекте мирового господства. Всего их четыре в игре, и все они открыты с самого начала. Каждый проект состоит из пяти этапов, которые помечены соответствующими римскими цифрами. Важно, что продвижение в мировом проекте возможно только поочередно, то есть нельзя проскакивать через какой-либо проект, и за один ход ты можешь продвинуться только на одну ступень. То есть, если в начале игры у тебя еще нет нигде ни одного куратора, ты начинаешь с первого этапа. Если на данном проекте уже стоит твой человечек, второй раз ты начать его не можешь, ты продвигаешься на следующий этап и так поочередно. Продвижение по проекту мирового господства будет давать определенные бонусы в процессе игры. Но давайте разберемся, а что же нужно, чтобы продвинуться здесь. Предположим, что желтый игрок решил отправиться на планшет под названием Объединенной Нации. Для того, чтобы присоединиться к проекту первого уровня, ему достаточно сбросить всего лишь одного агента из активного запаса в резерв. И после этого он размещает одного своего агента, причем из запаса, из резерва на соответствующее помещение. Если он хочет продвинуться в других проектах мирового господства в следующем раунде, он может это легко сделать, выполнив те условия, которые написаны в левом нижнем углу соответствующей картинке. Например, чтобы продвинуться в шпионаже, необходимо будет сбросить целых двух агентов и одного по-прежнему из резерва разместить здесь. Это куратор, который будет отмечать, на какой же стадии проекта вы находитесь. Для того, чтобы продвинуться на следующий этап, необходимо будет выполнить уже более серьезные условия. К примеру, все в тех же Объединенных Нациях вам необходимо будет сбросить двух агентов и иметь соответствующий значок. На третьем этапе сбросить трех агентов и сбросить уже два значка Миротворца и так далее. Эти значки, как я уже говорила выше, даются вам при получении карт объектов фиолетового цвета. Практически аналогичные требования в продвижении в проекте будут у карт с шпионажа и Коминтерна. Вам также необходимо будет сбросить какое-то количество агентов, которые, видимо, погибают в этой войне за мировое господство и иметь определенное количество знаков. А вот для продвижения на треке Тайная Власть вам необходимо будет сбрасывать карты, о чем говорит вот этот крестик в правом верхнем углу, карты именно вот с этим значком и, конечно же, опять-таки отправлять своих агентов в бой. Какие же бонусы дает продвижение в этих проектах? Продвижение в международных нациях дает вам возможность вернуть дополнительно одного, двух либо трех агентов при возврате их на базу, о чем я сейчас расскажу, это вторая фаза, а также 20 и 40 победных очков соответственно на четвертой и пятой ступени развития. Продвижение в шпионаже расширяет вашу зону влияния. Так, если вы помните, в начале игры вам доступны только первые три карты для захвата агентами, а вот если вы будете продвигаться в этой зоне, то ваша зона расширится до четырех, пять и шести карт соответственно. Карты Тайной Власти позволяют вам взять одну либо две карты союзов и разыграть их, не обращая внимания на требования. Это третья фаза, я о ней также сейчас расскажу. И продвижение в проекте Коминтерна дает вам возможность получить одного, двух и трех тайных агентов, а также победные очки. Тайные агенты это жетончики двухсторонние, с одной стороны один агент, с другой три. Это те же самые ваши агенты, но вы их можете отправлять только на объекты и на проведение операции. Кроме того, они никогда не сбрасываются и не уходят в ваш запас. Они всегда находятся при вас, но с некоторым таким ограничением. Например, если вы хотите захватить какой-либо объект при помощи тайного агента, например, первой, здесь достаточно отправить всего лишь одного агента, но вы не можете отправить одного тайного агента. Хотя бы один человечек должен быть обычным, скажем так, и какое угодное количество тайных агентов, потому что хоть кто-то должен руководить этой операцией. То есть он, скажем так, поддерживает ваших основных рекрутов. После того, как каждый из игроков сделал по одному действию, мы переходим ко второй фазе, фазе захвата. Вначале мы разбираем, кто из игроков какой объект захватил. Например, в данном случае красный игрок получает себе карту объекта науки, а зеленый игрок провел спецоперацию и забирает эту карточку себе. Далее мы отзываем по одному агента с каждой карты объекта и спецоперации. Например, так. А затем все наши агенты, которые остались на картах спецоперации, отправляются в запас. Они считаются погибшими. А вот на картах объекта агенты продолжают находиться, и мы будем забирать по одному человечку в каждый раунд в этой фазе. И вот здесь я вам напомню про карту объединенной нации. Именно в этой фазе игроки будут пользоваться этим преимуществом. Если так они возвращали, ну, к примеру, красный игрок вернул всего лишь одного человечка, то если бы он находился на первом этапе объединенных наций, он вернул бы на одного больше. К примеру, мог бы вернуть сразу двоих себе агентов в активный запас. То же самое произошло бы с зеленым игроком. Он бы не сбросил всех миплов, а вернул, получается, целых два, а остальных уже сбросил. Эта карта остается у него до конца игры и принесет ему шесть победных очков в конце. Ну, а карты объектов, помимо того, что приносит победные очки, нарисованные на них, будут использоваться и в финальном почете очков влияния, о чем я расскажу чуть позже. Ну, а пока что мы смотрим на карту объектов. Если эта линия еще не пустая, конечно же, так не будет после первого хода. Мы сдвигаем все карты налево, не пополняем этот ряд и продолжаем играть. Каждый игрок также совершает по одному действию. Например, зеленый игрок хочет захватить эту карту, желтый игрок идет на захват этой карты, а красный перебивает зеленого и захватывает соответствующую карту. зеленый агент возвращается в свой запас. Ну, и получается, ему ничего не достается, потому что в фазу захватов желтый игрок забирает себе эту карточку и во время фазы возврат агентов возвращает себе этого агента. Красный игрок забирает себе желтую карточку и во время фазы возврата агентов он уже двоих миплов себе возвращает. Один остается лежать еще на жёлтой карте. А зелёный игрок, получается, ничего не выиграл в этом раунде. Опять-таки мы сдвигаем эти карты и таким образом игроки ходят, пока в области внедрения осталась хотя бы одна карта объекта. Как только эта область у нас с вами опустеет, наступает третья фаза, фаза союза. В этой фазе каждый игрок смотрит свои карты и, если хочет, может сыграть одну и только одну из них. Карты, как вы видите, трёх разных цветов, от этого зависит их механизм действия. Красные карты играются моментально и приносят тот же эффект, зелёные оказывают длительное воздействие на протяжении всей игры, ну а синие карты дают вам победные очки в конце игры. На каждой карте союза внизу написано условие, которое необходимо выполнить, чтобы её сыграть. К примеру, чтобы сыграть эту карту, необходимо находиться на втором уровне любого проекта, а также иметь хотя бы одну эмблему коммунистическую. Если это условие подходит, игрок может сыграть эту карту и каждый игрок без эмблемы коммунистической даёт ему карту контроля, вот такую красную. А если её нету, то он даёт объект на свой выбор. А также эта карта принесёт 4 победных очка в конце игры. Зелёные карты, они имеют длительное воздействие. Например, чтобы сыграть эту карту, необходимо выполнить условия, написанные в нижней карте, то есть иметь 2 карты вот этого типа. Сбрасывать их не надо. Зато каждый раз, когда ты размещаешь 4 и более агента, не призрачных, на карты объекта, то ты берёшь дополнительную карту науки либо контроля. Это вот эти карточки, которые расположены чуть ниже игрового поля. Ну и наконец, синие карты, как я сказала, они дают уже очки репутации в конце игры. Например, эта карта, помимо того, что даёт просто 5 очков, она и даст плюс 2 победных очка за каждую проведённую операцию, то есть каждая карта, которая есть у вас на руке, и каждую вот такую карту зелёного цвета именно с надписью «Криминальный синдикат». Ну и вот ещё одна синяя карточка вам для примера. После того, как каждый игрок сыграл, либо отказался сыграть карту Союза, мы обновляем игровое поле, то есть пополняем карты объектов. Как я прекрасно перемешиваю карты. Вы посмотрите. Однако в колоде карт объектов содержатся ещё и 2 карты мировой войны. Кстати, если они вам вышли в подготовке к игре, то замешайте их обратно в колоду. А вот начиная со второго раунда, они уже будут иметь значение для продвижения в мировых проектах. Дело в том, что они меняют условия, необходимые для продвижения в том или ином проекте. Нужно будет отправить на это действие на одного агента больше, зато уменьшается требование к одной из эмблем. Кстати, всего этих эмблем 4 вида. Это миротворцы, шпионы, коммунисты и особые эмблемы. Например, зелёный игрок сейчас находится на третьем этапе шпионажа и вышла карта мировой войны. Теперь для продвижения на четвёртый этап ему потребуется сбросить не 3, а целых 4 агента. Зато на его картах объектов должно иметься всего лишь 2, а не 3 значка шпионажа. Продвинувшись на четвёртый этап, у него будет в зоне влияния уже целых 6 карт, а также в конце игры он получит 20 очков репутации. Как я сказала, в колоде всего 2 карты с мировой войной, и если так получилось, и они вышли сразу 2, то их эффекты суммируются. То есть для продвижения в проекте мирового господства вам понадобится на 2 агента больше на каждом этапе, но зато на 2 эмблемы и меньше, какой бы то ни было. Итак, если вам вышла карта мировой войны, вы кладёте её рядом с игровым полем, не забывая применять её эффекты, сдвигаете карты, но на пустое место вы не выкладываете карту. Таким образом, в этом раунде у вас будет чуть меньше операций. А также я вам обещала ещё рассказать про карту ближнего круга, которую можно сыграть аж тремя способами. Первый и самый простой вариант – это положить карту перед собой и больше никак её не использовать. В этом случае она принесёт вам всего лишь 4 победных очка в конце игры. Но также её можно будет прикрепить к картам власти, либо к поддержке следующим образом, и тогда они будут увеличивать то, что на них написано. К примеру, эта карта даёт вам 1 победное очко за каждую карту финансов, но прикрепив её к карте ближнего круга, вы увеличиваете это значение до 2, то есть 2 победных очка за каждую жёлтую карту. А вот если вы прикрепите её к карте поддержки, то она удвоит значение всех коммунистических, миротворческих и шпионских эмблем. То есть будем считать, что на этой карте нарисовано 2 значка коммунистических, а вот, кстати, на значки мирового господства её эффект не распространяется, только на 3 основных типа. И таким образом игра продолжается несколько раундов, вдвоём партия длится 5, а втроём и вчетвером 6 раундов. После окончания последнего у нас проводится финальный подсчёт очков репутаций и определение победителя. Победителя Предположим, что мы играли за зелёного игрока и у нас получилась следующая ситуация. Итак, что нам приносят победные очки? Во-первых, карты объектов, на которых написаны эти значения. 1, 2, 3, 4. Плюс карты операции 6. Итого 10 победных очков. Теперь мы смотрим эту карту, которая даёт плюс 1 победное очко за каждую карту финансов, то есть жёлтую. При этом мы учитываем и эти карты, и вот эти дополнительные второстепенные карты. Вот, собственно, для чего они нужны. Просто для подсчёта победных очков в конце игры. И таким образом ещё плюс 4. Итого 14. Далее карта Криминальный Синдикат даёт нам плюс 3 победных очка за каждую комбинацию из красный, жёлтый и синий. Но у нас только одна такая комбинация, к сожалению. Поэтому мы получаем ещё 3 победных очка. Итого становится 17. Теперь смотрим на Заключённые Союзы. Сама карта Союза нам даёт плюс 5 очков, а также плюс 2 влияния за каждую проведённую операцию, то есть за эту, и за каждую карту Криминального Синдиката, то есть за эту. Таким образом мы получаем 2 плюс 2 плюс 5, ещё плюс 9 очков. К нашим 17 это 26, если я не ошибаюсь. А также мы продвинулись с вами в мировом проекте в шпионаже, что даёт нам к победным очкам ещё значение плюс 40. Итого мы получили с вами 66 очков репутации. Кстати, для подсчёта победных очков имеется блокнотик, где всё это расписано, но я думаю, и так вам понятно, как подсчитывать очки влияния. В игре подбереждают тот, у кого их больше всего. Именно он возглавит мировое правительство. И помните, всё, что здесь было сегодня сказано и показано, совершенно секретно. Никто не должен знать правды, даже если править всем миром предстоит именно вам. Так что сохраняйте максимальную конспирацию. Вы же знаете, что за нами следят по всем этим социальным сетям? Лайки, комментарии, подписки тем более с колокольчиками. Будьте осторожны. Ну а с вами была Аня, член комитета проект Гекмеля. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова